С декабря 2012 года по 1 июля 2013 года в районе снятого с учета 123 индивидуальных предпринимателей. У субъектов малого предпринимательства занято 58,4% от экономически активного населения района. Удельный вес данной сферы в структуре доходов бюджета составляет около 50%. Сегодня в малом бизнесе реализуются проекты по развитию деревообродающего производства ООО «Север», ООО «Макдон», индивидуальных предпринимателей Зырьянова Алексея Геннадьевича, Шабанова Андрея Юрьевича, Бабайлова Дмитрия Владимировича. Проекты по решению обрабатывающего производства ООО «Белохуницкие конвейеры», ООО «Дипласт», строительство хлебопекарного комплекса в Белохуницком райпо с производительностью 1,5-2 тонны в сутки, созданного дорожно-ремонтного предприятия и многое другое. Агропромышленный комплекс района вот уже на протяжении нескольких лет представлен семью сельхозяйственными предприятиями. Несмотря на достаточно нестабильные природно-климатические условия северо-восточной зоны Кировской области, отрасль сельского хозяйства – достаточно стабильная отрасль экономики Белохуницкого района. Все предприятия этой отрасли являются прибыльными. В настоящее время в районе 300 сельхозпредприятий имеют статус племенного репродуктора по развитию скота черно-пестрой породы – СПК «Восход», СПК «Быданово» и его «Суворовская». В 2013 году еще одно предприятие СПК «Луч» планирует также получить статус плем-репродуктора. За 6 месяцев предприятие произвели 5 880 бетонных молока, что на 3% больше соответствующего периода прошлого года. Надуй молока на одну корову за полгода составил 3138 кг, превысив уровень 2012 года на 68 кг или на 2%. Начинается готовка кормов. Ускоренным темпом производится модернизация сельхозпределительной техники. Так, за 6 месяцев текущего года приобретено предприятиями 2 трактора, 16 действий сельхозпределительной техники и оборудования на сумму более 15 млн. рублей. В одном из крупных предприятий района СПК «Восход» начато строительство новой фермы с длинно-молочным залом, общая сметная стоимость, которая составляет около 45 млн. рублей. Экономический блок хотелось бы закончить некоторым показателем. В 2012 году впервые за последние годы достигнут наименьший уровень безработицы – 2%. На 2013 год планируем выйти на уровень 1,9%. Несмотря на колебания работы градообразующего предприятия, налоговое поступление в бюджеты также имеет положительную динамику. По итогам 2012 года они составили 177 млн. рублей. За первое полгодие 2013 года – около 80 млн. рублей. Прибыль прибыльных предприятий планируем на уровне 65 млн. рублей. Фонд оплаты труда – чуть выше 1 млрд. рублей. Бюджет 2013 года по доходам запланирован в сумме 447 млн. рублей. В структуре доходов бюджета наблюдается ежегодное увеличение налоговых доходов. В 2010 году – 47,8 млн. рублей. В 2011 году – 52,4 млн. рублей, что выше на 9,6% прошлого года. По итогам 2012 года налоговые доходы увеличились на 10,7% и составили 58 млн. рублей. На 2013 год налоговые доходы запланированы с ростом на 21,7% или 12,6 млн. рублей. Это увеличение сложилось за счет следующих видов налогов. Налог на доходы физических лиц с ростом на 18% или 6,8 млн. рублей. Налог на совокупный доход с ростом на 8% или на 1,7 млн. рублей. Налог на имущество физических лиц с ростом на 72% или 2,1 млн. рублей. Налог на имущество организации с ростом в 3,3 раза или на 2,4 млн. рублей. Таким образом, рост в 4,5 млн. рублей обусловлено изменения в законодательстве, а рост в 8,5 млн. рублей или 65% за счет увеличения собственной налогооблагаемой базы. В 2013 году продолжена работа по расширению налогооблагаемой базы. Одним из направлений деятельности является работа по легализации неформального рынка труда и скрытой заработной платы. Также выявление физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без оформления. За первое полугодие 2013 года проведены 9 комиссий. Заслушано 45 человек, 29 или 64% из которых повысили заработную плату. В результате чего дополнительные поступления налогов составили 658 тысяч рублей, что выше аналогичного периода прошлого года в 1,9 раза. За первое полугодие 2013 года поставлен на учет 29 индивидуальных предпринимателей. Выявлено 10 объектов незавершенного строительства. По данным объектам проведена проверка их фактической готовности, патрон из которых право собственности их владельцев зарегистрировано, как завершено на строительство. В 2012 году проведено 19 проверок муниципального земельного контроля. Обследовано 136 земельных участков, числящихся за умершими физическими лицами и ликвидированными организациями. Из них выявлено 35 неиспользуемых земельных участков. Используются 64 земельного участка, на которые права собственности не зарегистрированы. На 37 участках право собственности физическими лицами зарегистрировано. В целях увеличения налогооблагаемой базы решением Белохранинской районной думы принято решение об увеличении корректирующего коэффициента К2 для расчета ЕНВД. И введена норма увеличения К2 в два раза при условии, если работодатель выплачивает заработную плату ниже размера прожиточного минимума. В результате чего за первое полугодие дополнительно поступило 553 тысячи рублей. Продолжение следует... Продолжение следует...